По вопросу сохранения семьи, тоже где-то 3-4 года назад была неверная служба, ну, это всё продолжалось, и, несмотря на то, что, как бы, я семью очень осенил, для меня очень это много значит, как бы, мне не удалось повлиять никак, и сейчас... Вот видите, вот в чём причина, смотрите, вот это то, о чём тема сегодняшней лекции. Главная проблема — это влияние. Видите, то есть и в первом, и в втором, и в третьем случае, который вы не слышали, который я слышал только по дороге, одна и та же тема. Тема заключается в том, что люди живут вместе, думают, что они родные, близкие. Половые отношения не означают никакой близости вообще, они не создают близости, понимаете? Они создают близость между телами и судьбами, но не между сердцами. Сердца отдаляются от половых отношений. Они становятся ближе, сердца не становятся ближе при половых отношениях. И когда люди просто этими отношениями живут, и заботами общими, заботами общими, то... Заботами живут общими, то думают, что у них очень глубокие отношения, близкие. Вот такая создается иллюзия. А тем временем каждый год постепенно влюбленность или половое чувство, или привязанность друг к другу, или то, что люди называют любовью, хотя это не любовь, наслаждение друг другом постепенно тает с каждым годом. Когда оно совсем становится нулевым, а на это обычно требуется всего 6-7 лет, то в лучшем случае, то дальше, так как человек не понимает, что такое любовь, и в общем-то и не было желания понять, не было желания что-то отдавать человеку, служить по-настоящему, как бы ради него жертвовать чем-то, и не было также духовной жизни, потому что это источник счастья основной. Люди не могут без счастья жить, они счастьем считают человека другого для себя счастьем, а счастьем может быть только Бог настоящий. И когда человек этого не понимает, то он в результате начинает ждать от человека, не может дождаться, думать, наверное, это не мой человек. Тем более сейчас появляется много лекторов, которые утверждают, что есть вторые половинки, и раз это не мой человек, значит, есть где-то в другом месте вторая половинка. Ну то есть еще и философы пытаются это даже подтвердить, которые якобы основывают это на ведическом знании. Вот. Но на самом деле это все просто желание оправдать, свое желание наслаждаться женским телом, или влюбленностью, или мужской энергией наслаждаться. Но не любить, потому что любовь это не дешевая штука, трудно прийти к любви. И вот из-за этого все происходит. Не достучалась, не увидела, не смогла поменять сердце человека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!